Всем привет! Сегодня пошел мой четвертый по счету день в Пуэрто-Рико. Вчера вечером мы решили с Джейкобом сгонять на Кулебру. Чтобы съездить на Кулебру, нужно было приехать сюда примерно к 7.30 утра, на терминал, откуда отходит первый катер. Для этого нужно было лечь пораньше спать. Но потом кто-то предложил нам из пацанов в хостеле сходить немножко еще потусить. Хорошо, мы послушали этих ребят. Время уже было ближе к утру. Было уже часа 4, наверное, может быть, полпятого. Мы уже поспать не успели. Мы решили, ладно, черт с ним, вернемся в хостел. И мы подумали, какая уже разница. Может просто тогда не ложиться спать, а сразу поехать сюда в Фахардо, купить билеты и ехать на Кулебру. И вот сейчас мы приехали на этот терминал. Только что мы отстояли огромную очередь, купили билеты. Через 40 минут отходит наш кораблик. Ну, Джейкоб немножко поспал, потому что я ехал. Мы решили взять мою машину. Обратные билеты мы взяли на сегодня же, на 8.30 вечера. Там уже стоит огромная толпа людей. И все туда приехали подготовленные. Все привезли с собой разные там стулья, кулеры, напитки. Просто люди реально притащили с собой целые торбы барахла. Короче, у нас ничего реально нет. Мы просто приехали сюда как бомжи. И как бы ничего страшного. В конце дня все равно вернемся сюда, сядем в машину и уедем в хостел. Сейчас уже дождемся нашего кораблика и погоним на остров Кулебра. Там находится один из самых красивых пляжей в мире. Он входит в топ-10. Называется этот пляж Фламенко. Он безумно райский, безумно крутой. Я попробую там тоже что-нибудь поснимать, хотя я не беру стабилизатор. Плавки и полотенца просто повезу в руках. В час дня у меня завтра вылет в Эквадор. В районе 9 утра я должен вернуть машину. Ну что, увидимся на Кулебре. Итак, мы прибыли на Кулебру, уставшая. Здесь работает поговорка, два дебила это сила. Мы приехали, я вообще приехал в плавках. Ничего нет с собой, взял только ласты. Успели подремать примерно часик, вообще не кокущая. Сильная жара. Мы взяли, короче, в рент вот такой баги. Он раздолбанный. Кажется, что ты сейчас вывалишься, когда едешь. Мы сейчас собираемся поехать на какой-нибудь пляж. Здесь их много и какой-нибудь крутой. Я ему буду очень-очень сильно благодарен, если он меня не убьет. А еще только что мы осознали, что здесь очень сильно палит солнце. Поэтому сейчас мы зарулили в магазин. Я купил самый-самый дешевый крем. Эй, мэн, не убей нас, пожалуйста. Не убей нас, пожалуйста. Все раздолбанное, все пошарпанное, дороги разбитые. И, короче, он никак просто не похож на какое-нибудь райское место. Но оно должно здесь быть. Мы до него должны скоро добраться. А пока мы стоим в пробке. Да, даже здесь бывают острова в пробке. Мы, наконец-то, добрались до пляжа Фламенко. На самом деле, один из самых красивых в мире пляжей. Зацените красоту. Классный песочек, классные пальмы. И обратите внимание на цвет воды. Пляж шикарный. Вид открывается обалденный. Мы расположились под пальмочкой. Самая настоящая пальма. Здесь под ней тенек. Можно сидеть, спрятаться от солнца. Вот эта вся растительность, она мне очень сильно напоминает игру Assassin's Creed про пиратов. Assassin's Creed Black Flag. Там, где нужно было пробираться и прятаться в ней. И тебя не видят охранники, тебя не видят солдаты, когда ты присел и ползешь вот между этими зарослями. Еще я попробовал кокосовое молоко, настоящее, стопроцентное, из реального кокоса. Я его никогда раньше не пробовал. Ну что, мы погнали ценить воду. Сейчас нас девчонки попросили поиграть с ним в такую интересную игру. Я не знаю, сам что-нибудь делать. Мне дали такую карточку и попросили изображать преступника. Мы с Жекем меняемся местами, короче. Теперь все будет то же самое, окей. Короче, вся фишка этой фотосессии была в том, что одна девчонка, она типа скоро выходит с нами, и у них такой типа здесь девичник на пляже. Сейчас мы заценим шампусика. В общем, круто, как бы, ну, интересно, история разворачивается. Такая красота. Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok